И снова понедельник и снова здравствуйте на календаре 15 февраля в эфире другие новости в студии Эльмир Мникаева. Актуальные события из будней нашего города и района. Сегодня в выпуске. Коронавирус инфицирует носители ценного меха. Мамадышские норки сдали тест на коронавирус. Минус 20. Непомеха пранкер из Мамадыша искупался в снежном сугробе. 65 лет вместе юбиляр совместной жизни поделились секретами семейного счастья. Вакцину на коронавирус начнут делать на селе. Врачи Камской амбулатории готовятся вакцинировать местных жителей. Если за рыбой, то на пятачок. Какая рыба пользуется наибольшим спросом на зеленый стоян? Эти и другие новости в программе Другие новости. Заражение норок коронавирусом выявили в шести странах мира. Датское правительство приняло крайние меры и решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных. Эксперты считают, что при распространении инфекций между человеком и животными возможна генетическая модификация вируса, что крайне опасно. Агроферм Берсутский Мамадышского района в настоящее время имеет 11 тысяч особей норок и делает все возможное, чтобы вирус не проник на территорию отделения. По словам директора агрофирмы Виталия Мулина, на сегодняшний день местные норки прошли уже два теста на коронавирус. В Нидерландах, например, норки заболели коронавирусом и там 18 тысяч, этих 18 миллионов норок сожгли просто. Дай бог, чтобы мы не заболели, наши норки не заболели, то же самое. Мы уже в прошлом году два раза сдали на ковид. Один раз казанская лаборатория, другой владимирская лаборатория по линии Россельхознадзора. Приехали пока, слава богу, у нас все нормально, чистое. У нас в России как бы это уже обсуждалось, даже по центральной телевидению показывали. Насчет ковида, но в России пока ковида в норках не наблюдалось. Количество уголов, наша задача сохранить имеющиеся, даже мы немножко сократили. Потому что спроса на крупного зверя нету, и мы немножко сократили песца и лису, и норок немножко. Но самая главная задача сохранить вот это основное поголовье имеющиеся. Пранкер из Мамадыша Талиб Менигалеев продолжает удивлять нестандартными выходками. На сей раз молодой человек решил искупаться не в аквариуме с рыбой, а в сугробе снега. 20-градусный мороз не испугал пранкера воплотить в виртуальную реальность очередную свою задумку. А тем, кто не закаляет свой организм подобными способами, стоит посетить прививочный кабинет. Вакцину от коронавируса в центральной больнице сделали уже сотни мамадышцев. А совсем скоро привиться станет возможным не только в райцентре, но и на селе. Врачи Камской врачебной амбулатории планируют начать вакцинацию в стенах своего учреждения. По словам заведующего амбулатории, на очереди за прививкой от ковид уже стоят 50 жителей сельского поселения. Прививки мы начали первыми. В районе 130 человек на сегодняшний день сделано. Из них 20 человек наши мы сделали. Два раза возили на своем транспорте. Желающих запись идет. Сейчас уже планируем на базе Камской врачебной амбулатории привезти и здесь делать. Потому что первый раз везде мамадыш научились, как делать, что осматривать. У нас врачи есть, кабинет есть, и шарап приготовили уже. И население Камского, лесопромхоза, зверосовхоза, желающих много. 50 человек записано на сегодняшний день. Это в основном взрослые люди, которые воспринимают эту болезнь серьезно и хотят привиться, иметь защиту специфическую. Она где-то 90-95% прививка защищает от этого вирусного заболевания. Специалисты отдела ЗАГС побывали в гостях у юбиляров совместной жизни. В преддверии Дня Святого Валентина мамадышские долгожители рассказали о том, как делали предложение руки и сердца 65 лет тому назад и поделились секретами семейного долголетия. Среди многих-многих, наверное, девушек, почему вот именно ее выделили? Вот она всех красивше была, значит. Антонина Васильевна, а вам чем понравился Михаил Николаевич? Красивый его тоже был, гармоничный. С армией только пришел. Девчонка все молодая, все. Вот и быстро тут посидели, поговорили. У меня брат такой же был умный, и он такой же был умный. Вот чем-то они походили друг. Мотор ее. А? А зато вот обиток. У меня мотор ее. Как так вот, я уже поняла, бельгене, я говорю. Я слабо, так вот. Бельгене. Бельгене. А как позвали-то замуж? Помните, как предложение делали? Взял подручку и повел в цельсовет. Вызнал, что она сама себя вела хорошо или нет. Развитка, да? А потом уже и разом-то в этой и жениться приходит. Что можете сказать молодым? Как вот прожить такую долгую, счастливую жизнь вместе? Самое главное, надо друг друга любить. Вот. А какая она у вас жена? Отличная. Отличная, заботливая. Она для меня рада не знать, что он сделает. Он замечательный. Мы никогда грубо друг другу слова, вот там по матерну или как. Нет. У нас этого нету. Не было и нету. Если за рыбой, то только на пятачок. Зеленая стоянка на трассе в Мамадышском районе продолжает манить к себе за вкусной морской речной рыбой разного копчения и валения. Какую рыбу предпочитают автолюбители и как спрос зарождает предложение? Об этом нам рассказал житель Мамадышского района, который вот уже на протяжении 20 лет занимается рыбным промыслом. Больше всего рыбы у нас теперь привыкли, пользуются терпуках, которые, значит, ловятся около Курильских островов. И туруп, шокотан, вот с тех краев. Вот эта рыба лучше сенится. Есть, конечно, новозерландская еще красноглазка с Новой Зеландии. Ну и для него он как это, как типа семейства скумбриевых. На него спрос, ну, на любителя. Лещи уж, как бы сказать, для социально незащищенных слоев населения, наша речная. Вот. Вот в основном на этой рыбе. Самые вот горячего копчения тоже делаем. Холодного копчения, самые жереха холодного копчения. Ассортимент большой. Мамадыши подведены итоги конкурса «Счастливы вместе» на виртуальном состязании, заявил 70 пар. По итогам интернет-голосования победу в виртуальном состязании одержала пара Евгения и Ольги Ушатиковых. Их пара набрала 680 лайков в Инстаграме и 381 лайк ВКонтакте. Всего за эту пару проголосовало 1060 человек. Эта пара лидировала на всех этапах голосования и сумела удержать лидерство до победного конца. Награждение победителей конкурса состоится на днях, о чем мы обязательно сообщим на страницах наших социальных сетей. И на этом у меня все. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!